Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Добрый день! Меня зовут Липукам Виктория Константиновна. Я председатель Садового Товарищества «Дружба» с 2009 года. Скажите, пожалуйста, что здесь сейчас происходит? В данный момент собралась инициативная группа, которая хочет противодействовать группе лиц, которые пытаются рейдерски захватить наше Садовое Товарищество. А сколько членов в Садовом Товариществе? В нашем Садовом Товариществе 337 членов. А вы председатель, да? Я председатель. У вас же печать, у вас документы. У вас собранием вы назначены, да? Да, я назначена официально собранием. Выбрано в 2009 году, как я ранее говорила. Малочисленная группа лиц, в том числе Петрова Галина Николаевна, Молдаван Алена Владимировна, Шарко Оксана Сергеевна, Лысенко, Анна и другие, человек пять, не более, решили, что происходит что-то не так, решили переизбрать председателя незаконным путем. Мое отсутствие собрали собрание, назвали его загальными сборами, составили протокол с абсолютными нарушениями и пытаются зарегистрировать переобраняя главы правления. Поэтому люди, которые плотят вовремя, которые содержат эти участки, которые занимаются здесь деятельностью для себя, для своей семьи, переживают о том, что придет человек, который не понимает ничего в садовом товариществе. А на член, вот эти люди, которых вы перечислили, они члены садового товарищества? Да, они члены садового товарищества и, как правило, вечные должники. То есть вовремя они платят взносы, хотят, чтобы платили меньше, но ведь ставки зависят не только от того, что расходуется садовом товариществе. То есть есть энергоресурсы, которые нам поставляют поливную воду и электроэнергия, которая дорожает, на что мы не можем влиять. Поэтому основное требование, чтобы было дешево, но сердито. Но при этом мы не можем просто сделать платежи 3 копейки и содержать то, как у нас сейчас есть на данный момент. То есть эта группа основывается на том, что поднимаются тарифы и так далее, да, или как? Ну да, основная у них претензия, что поднимаются тарифы. Вторая основная претензия в том, что они просто саботируют работу, мешают проводить плановый ремонт, допустим, модернизация трубопровода, да, которая у нас идет с 2011 года. Трубопровод у нас протяженностью 3 километра, и мы его меняем частями. Вот как только начинаются работы по модернизации трубопровода, сразу возникает, так сказать, революция. Почему-то думают, что это плохо или там, что на этом наживаются. Но если у нас трубопровод стальной 30-летней давности, уже исхудалый, мы меняем его на пластиковый. Разве это плохо? Поэтому все почему-то думают, что здесь наживаются. Все это кто? Вот те, которых вы перечислили, да? Те, которых я перечислила, они думают, что члены правления во главе со мной наживаются на этих работах. Поэтому решили прийти вместо нас, скажем так. Но при этом ничего не делают. Как общее настроение садоводов? Смотрите, следите. Я узнаю сейчас у самих садоводов. Хорошо? Хорошо. Сейчас секундочку. Мы садоводы, мы здесь живем. Представьтесь, пожалуйста. Я благодарю Людмилу Ивановну. Живу здесь. Я купила участок, я здесь и проживаю. И я вот недовольна теми, что они здесь устраивают такие скандалы. А в связи с чем эти скандалы могут быть связаны? Им все надо, чтобы было дешевле. Они говорят, что в других садах сотка 170, а у нас 270. Что должны платить дороже мы, если везде дешевле. Ну, так как я здесь проживаю, меня не устраивает, что у нас кто-то может свет отключить. Я плачу свет каждый месяц по счетчику, каждый месяц по книжечке, счетчик у меня электронный, все как положено. Я плачу, что я должна страдать из-за них, что они не платят, а должны отключать всех полностью. Я с этим не согласна. Если отключать, пусть отключают их. То есть вас устраивает действующее правление? Меня пока устраивает, потому что, а что? Ну, я нормально живу и нормально плачу, все. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Мушкина Ирина Анатольевна. Вы член Судового Товарищества? Что здесь сейчас происходит? Переворот. Людям, которым заняться нечем на участках, которые хотят власть, думают, что тут наш председатель дороже, как бы богаче живет, хотят это место занять. Ну, это своими словами сказано. Вот, ходят целыми днями, работать никому не дают. Вот, поэтому я заплатила за два участка. Я хочу просто приехать, полить и жить дальше спокойно. Вот, собралась шайка такая, которая целыми днями тут кругами гоняет. Вот, поэтому мы хотим, чтобы оставался наш председатель. Вот, и чтобы было спокойно. Это сады, это же не война никакая, ничего. Правильно? Ну, а здесь вот говорили, что в других садах дешевле, там и у вас что бы было? Дорожает все везде. Дешевле люди считают, у кого четыре сотки. Это дешевле будет. У нас тут по шесть соток. Оно все равно будет дороже намного, чем у кого четыре сотки. Ну, правильно? Разницы никакой немало. Подорожало везде все, по всей Украине. Коммунальная подорожала. Тут же что же и вода, и свет, и всем же пользуемся мы. Все, спасибо. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Гробовая Анастасия Валерьевна. Я являюсь членом садового товарищества «Дружба» на протяжении последних шести лет. В данное время сложилась очень конфликтная ситуация, нездоровая, в связи с тем, что пытаются свергнуть действующего председателя Викторию. Но здесь имеется несколько зачинщиков конфликта. В частности, Оксана Шарко, которая по отработанной схеме таким же образом завладела, то есть стала председателем ОСББ. Это легко проследить. Каким таким же? Рейдерским способом. То есть она подделала голоса, собрала вымышленное собрание, нет ни одной подписи, стоит напротив 174. А ОСББ это где? ОСББ это улица Карла Липнихта, 95. А и теперь она хочет здесь такое же поле. И отработанная схема, она уже не один объект таким образом к своим рукам прибрала. Нашла себе спутников, товарищей, так сказать, по разуму. Это ее подруга, ближайшая соратница, Алена, бригадир нашего садового товарищества. И вот они пытаются здесь настроить всех садоводов против действующего руководства. Лично я, как простой садовод, меня все устраивает. Поменяли в последнее время трубопровод. Это прекрасно. Это очень затратная часть. Хорошо, что сумели, нашли все-таки средства, силы, возможности. Эти люди пытаются обвинить председателя в том, что и эти действия были незаконные, неправильные. Но, извините, 50 лет не меняли трубу. У нас была латка на латке. То есть вода, невозможно было полить огород. У нас все пересыхало. Благодаря способностям председателя действующего все, полив осуществляется бесперебойно. Меня подговаривали, ко мне подходили люди. Вот представились помощниками Оксаны Шарко. И предлагали мне написать отказ, поставить подпись против действующего председателя. Я не согласилась. После чего начали мне угрожать. Потом предложили мне денежное вознаграждение за то, что я проголосую конкретно за Оксану Шарко. И предлагали деньги не только мне. То есть я знаю соседей, что к ним тоже обращались с такой просьбой. Я вижу, что здесь интересы этой преступной группировки организованной, наверное, все-таки финансовой. Потому что участками они не занимаются. Если посмотреть, что выращивают люди, которым некогда заниматься этой ерундой, этими сплетнями, то нам некогда даже бывает порой пообедать и взглянуть в гору. Эти люди откуда имеют время, чтобы ходить и саботировать публику? Вопрос. На участке у них растет одно единственное дерево, под которым они лежат в гамаке. Это легко проверить. Заходим, смотрим. Трава уже не дает просто проходу на мой участок. Они не занимаются прямыми своими обязательствами. То есть вас устраивает действующие? Абсолютно устраивает. Полностью я претензий не имею. Все обращения рассматриваются, исполняются в кратчайшие сроки. То есть даже если ночью я остаюсь ночевать и какие-то подозрительные шумы, то всегда председатель помогает и там с собакой придет, и помощник, и охранник. Спасибо. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Романец Роман Евгеньевич. Я, можно сказать, потомственный садовод. С момента основания этого кооператива сначала мой дедушка с бабушкой, потом мои родители. Они приучали меня трудиться на этой земле и любить ее. Сейчас я сам отец и дед. У меня шестеро детей и двое внуков. И любой из соседей расскажет, как все свободное время я сам или с семьей провожу на своей земле. Опять же таки, уча ее любить и трудиться на ней своих детей. Ну и пытаясь вырастить достойный прокорм семье и заготовить что-то на земле. За эти годы мы пережили лихие 90-е с нищетой, и 2000-е с беспределом металлистов, и реформы по разделению с Дружбой-2 в начале 2000-х, когда были финансовые и организационные проблемы. Но так как все были настроены конструктивно и стремились к сохранению товарищества, мы это все достаточно благополучно прошли. Рядом со мной трудятся такие же, как я, садоводы с теми же заботами. К сожалению, история развивается по спирали, и сейчас мы в сложной экономической и военно-политической ситуации в стране подошли к тому моменту, что выращивание овощей и фруктов для большинства людей является в прямом смысле вопросом выживания. А залогом успешного урожая, как известно, является в первую очередь полив, а также наличие электроэнергии и охраны, что тесно связано со своевременным внесением членских взносов с членами садового товарищества. Статистически, мы видим, или так сложилось, что любые моменты, когда пытаются поменять власть в садовом товариществе, приводят к остановке оплаты членских взносов, потому что люди наши, наученные опытом, знают, что при смене руководства деньги могут куда-то уйти, а спишут все на попередниках. Поэтому на данный момент у нас вновь активизировалась группа лиц, которая состоит в основном из злостных неплательщиков и закоренелых должников, которые рейдерскими методами пытаются захватить руководство нашим садовым товариществом. Это происходит не первый год, эта ситуация. В предыдущие годы, безусловно, очень сильно эти действия трепали нервы председателю, правлению и нам, рядовым садоводам, тем, кто хоть как-то задумывается о будущем. Но в этом году добавилась, если можно так выразиться, к штатным бунтарям свежая кровь. К сожалению, конструктивности в позицию бунтарей эта свежая кровь не привнесла, но многократно вырос напор, с которым они действуют, и абсурдность, и грязность их аргументов и методов действия. Но в чем они заключаются? Абсурдность, грязность? Как вы говорите, что именно возросло? Как говорил небезызвестный товарищ Гиббельс, чем гнуснее ложь, тем быстрее в нее верят люди. Это я испытал на своей шкуре, когда меня эти люди регулярно уже в течение многих лет обвиняют в том, что я не плачу членских взносов, хотя у меня все книжки всегда с собой, когда я им даже показываю, что вот заплачено вовремя и в полном объеме, они говорят, написать вы можете что угодно. На заборе тоже что-то написано, а там лежат дрова. То есть как вести полемику с такими людьми, я откровенно говоря не знаю. Поэтому просто констатирую факт. И в этом году, в результате деятельности этой инициативной группы, или бунтарей, как их назвать, в самый разгар проливного сезона, товарищество стало на грань коллапса. То есть люди перестали своевременно вносить членские взносы, возникла задолженность по оплате за свет, за воду, за налоги на зарплату. И в любой момент, начиная, наверное, с завтрашнего дня по предписанию ГРЭС, потом с первого числа за воду, нам постепенно могут начать отключать свет, воду и вносить штрафные санкции за несвоевременную оплату налогов. Что такое провести неделю без воды по 35-градусной жаре, понимает каждый. Сгорит весь урожай и все труды людей, которые платили взносы, которые добросовестно относятся и выполняют свои обязанности как члены садового товарищества, пойдут прахом. Люди, которые эту бучу заваривают, они особо не утруждаются на своих участках, им больше интересен сам процесс. Не то, что даже сделать что-то хорошее себе, а сделать, в моем понимании, хуже всех. Действующее руководство подало по этому поводу жалобу прокурору городскому, обратилось в Государственную службу регистрации и к местскому голове Фисову Андрею Петровичу с просьбой дать оценку данной ситуации и не допустить развала садоводческого товарищества. Я, как и многие садоводы, сильно обеспокоен будущим своей семьи, которая, честно скажем, напрямую зависит от того, что я смогу или не смогу, потому что мне не дадут вырастить на своем участке. И очень бы хотелось, чтобы городская власть в лице прокурора, городского головы, службы регистрации, все-таки пошла нам навстречу и не отмахивалась от наших призывов о помощи.